Дело, за которое боятся браться, самые смелые адвокаты. А знакомые пострадавших прокуророй просят забыть о случившемся. История, в которой замешаны правоохранители, оружие и загадочные смерти. Ровно три года назад на этом месте находят двух парней. Один был уже мертв, а второй еще 30 дней прожил в больнице. Его увезла скорая помощь. Ребят буквально расстреляли в голову. Где-то в 22.30 поступил ко мне на мой мобильный телефон звонок. Высветилась сын Игорь. Я говорю, Игорюша, это ты? Говорит, нет, это не Игорь. Говорю, а где Игорь? Мы ищем. Говорю, что случилось? Мы ищем. Как оказалось, чуть позже звонили правоохранители, которые уже в тот момент нашли парней и устанавливали личности пострадавших. И через какое-то время за нами приехала машина с Рунзинского РОВД. И нас забрали с Олегом туда. Параллельно в поисках своего сына билась вторая мать. Последний раз она его видела вместе с Игорем. Накануне вечером Миша помогал другу переустанавливать Windows. Потом Миша позвонил и сказал, мам, я выйду с Игорем, мы зайдем в компьютерный клуб, там что-то нам надо еще уточнить. И погуляем, зайдем, может, в кафе посидим. И я где-то в часов 8 буду дома. В 7 часов вечера ровно я ему позвонила на мобильный телефон. Голос такой был, знаете, веселый, такой спокойный. Он говорит, мы тут с Игорем, мам, я тебе через час, может, через полтора перезвоню, я буду не поздно. И вот это был последний разговор, когда я с ним говорила. Ровно в половину 10 вечера мать Миша почувствовала, что-то произошло, что-то нехорошее. Так как мы жили много лет вдвоем, у нас с ним была такая очень, какая-то, знаете, связь такая духовная и связь такая энергетическая. Если он болел, я всегда это чувствовала, даже если он находился не в Харькове. И я стала звонить. Чуть ее матери не подвело. На телефонные звонки Миша ответить уже не мог. Вместо сына ответил чужой мужской голос. Ничего не объясняя, он сказал, что нужно ехать внеотложку. В больнице, когда мы приехали, а там в больнице такой, знаете, вот длинный-длинный коридор. И я влетела, я бегу по этому коридору и вижу, как везут. И мне кажется, что он такой длинный, что он бесконечный. Что-то мне кажется, я бегу-бегу, а он не заканчивается, этот коридор. И я вижу вот каталку, санитары, они так быстро что-то кричат, везут эту каталку. И я на этой каталке вижу босые ноги моего сына. Когда вышел врач и сказал, что огнестрельные ранения в голову, я вообще не могла сразу понять, что он говорит о моем сыне. Да, огнестрельные ранения в затылок, огнестрельное ранение в глаз и правый глаз ему удалили. Я говорю, как нету глаза? Вы ему удалили? Говорю, как, совсем удалили? Я все время переспрашиваю, вы совсем удалили? Он говорит, глаз это ерунда. Я не понимала, почему глаз это ерунда. Он говорит, у него разорвано все левое полушарие. Миша очень хотел жить. Слепой, парализованный, но он прожил 30 дней. 1 января Миша скончался. Со дня трагедии прошло уже почти три года. А что произошло в тот день, до сих пор неизвестно. О том, что дело расследуется, Ирина узнала лишь, когда дело передали в суд. Там же женщина услышала версию прокуратуры. Якобы Миша с Игорем, будучи пьяными, несколько раз ударили своего знакомого, вымогая у него деньги на пиво, за что тот их и застрелил. Это абсурдная версия, которая совершенно не может быть этого, потому что я очень хорошо знаю своего сына, я видела Игоря. И эти дети, то есть это нормальные дети, это взрослые люди, это не какие-то, понимаете, их, то есть пытается вот этот обвиняем, представить их какими-то сявками, какими-то, знаете, абсолютно аморальными людьми, которым просто на бутылку пива не хватало, и они стали его избивать и требовать. Абсурдно эту версию считают и знакомые парней. Уверяют и Миша, и Игорь были адекватными молодыми людьми. Тихий, спокойный, никогда не дрался, ни пьяным, никогда не видела с рождения. Его знаю и никогда не видела его ни пьяным, ничего. Две такие, знаете, как зарисовки, были такие случаи. Однажды моя дочь здесь вот на скамеечке забыла мобильный телефон вечером, сидела, оставила на лавочке. И утром звонок, Игорь вышел рано утром, часов в шесть, он вышел просто на балкон, с балкона он увидел мобильный телефон, он взял этот телефон, нашел, как бы, да, хозяина чей-то телефон, позвонил и говорит, я нашел ваш телефон, вот мы посмеялись, как бы соседский телефон, вот рядом мы. И еще была такая ситуация, в свое время у меня родился, ну, сын, у мамы был кот, который очень любил гулять на улице. И был такой период, что когда ребенок начал у меня ползать, я очень так ревностно относилась к тому, что кот, ну, придет в дом и там как-то навредит ребенку. И вот в этот период, как бы, Игорь просто взял шество над котом, хотя он уже был, ну, лет по 20 ему было, он как бы даже, ну, не мальчик пятилетний, который любит кошечек. Он, как бы, просто любил этого кота, я знаю, он его кормил, он его брал в дом. Он общительный очень мальчик был, вот, дружен совсем, не было такого, чтобы там с кем-то не разговаривал, с кем-то подрался. Очень доброжелательным таким человеком он был. Всегда улыбался, всегда вот был он с улыбочкой. Я никогда не видела его злым, каким-то агрессивным, вот, он всегда таким был очень положительным человеком. Помимо общих характеристик парней, есть и более веские аргументы, доказывающие абсурдность официальной версии. Согласно установленной хронологии событий, Игорь и Миша вечером зашли в интернет-клуб, чтобы скачать какие-то необходимые им программы. Оттуда они вышли вместе с неким Масленниковым. Якобы ребята требовали у него деньги на пиво. Они пошли на немышлю, где Масленников проживал. Там он их и застрелил. Казалось бы, все просто и логично, но... При первичном осмотре в карманах у ребят были обнаружены деньги. Около 100 гривен. А значит, мотив убийства – нехватка средств. На покупку пива можно поставить под сомнение. Кроме того, на лице и ногах у Игоря были обнаружены ушибы и синяки. Судя по всему, парня сильно избили перед смертью. Что тоже странно, учитывая совсем некрупную комплекцию Масленникова и спортивное прошлое Игоря. Еще один нюанс. На земле под телом Игоря не было следов крови. Хотя парня расстреляли в голову. Не было следов крови и на курточке. А вот вся одежда внутри была обильно пропитана кровью, вплоть до трусов. Курточка под руками была как бы приподнята. То есть, как бы кто-то брал его под руки. Знающие люди нам показали, смотрите, как он лежит. Не может человек так упасть после того, как ему в голову выстрелили в два раза. Причем в правую сторону, где-то в области за ухом. И два выстрела были на расстоянии одного сантиметра. То есть, это были два подряд выстрела, а не как утверждал подозреваемый. Сначала один раз в Игоря, потом в Мишу, а потом опять в Игорюшу он выстрелил. В деле много всяких документов, отписок, якобы экспертиз. Но все они не дают почти ни одного конкретного ответа. Кто убил, за что и где. То есть, нет мотива преступления, нет места преступления. И очень большие сомнения вообще, что один человек мог это совершить. На такую мысль пострадавших натолкнула разница размеров найденных пуль в голове убитых. При первом расследовании, когда мы стали читать субмедэкспертизы, то в субмедэкспертизе Игоря был указан один размер металлических тел, которые были у него извлечены из головы. А у Миши был указан совершенно другой размер. Причем настолько существенная разница в размерах. То есть, у Игоря 7 мм, а у Миши 8,2 на 9,4. Учитывая то, что все пулевые ранения были слепые, то есть пуля должна была остаться в черепе, но тем не менее, судмедэксперт указала, что пули не обнаружены. Еще одна несостыковка в деле – порезанная видеозапись с камер наблюдения в интернет-клубе, где ребят видели в последний раз. На записи есть момент, как ребята входят в клуб, а как выходят – нет. Но, увы, на эти далеко не все перечисленные несостыковки следствие внимания просто не обратило. Это фиктивно было. То есть, было бы, можно говорить так, видимость расследования. Выслушав все сами себе противоречащие доводы, прокуратура, суд решает отправить дело на дорасследование. О том, как проводится следствие, так называемое, я узнала на кладбище 28 марта, когда я приехала к сыну и увидела разрытую могилу. Я подошла ближе, и когда я увидела, что все разбросано и разрыто, и просто пустая яма без гроба, я вам честно скажу, я не знаю, как я туда не упала. Таким образом, следствие и прокуратура провели эксгумацию. Все-таки решили найти пули. Нашли. Согласно выводам экспертов, они идентичны тем, что были найдены в голове у Игоря. На вопрос Ирины, как так вышло, что первая экспертиза показала совсем другие размеры пуль, следователь ответил. Это вот ошибочно измерили, и поэтому теперь вот есть два шарика, они такие же точно, как у Игоря. И вот это оружие, и все вопросы были сняты. Всего в деле 21 экспертиза на два тела. Однако самых необходимых нет. Следователь просто не считал нужным их назначать. Любовь Николаевна задала вопрос, что указана земля на одежде, вот на одежде там указана земля, и проводилась ли экспертиза вот грунта, где места обнаружения с одеждой. Следователь ответил, земля везде одинаковая. Такие заявления следователи и эксперты считают абсурдными и даже глупыми. Один из ведущих криминалистов Украины поясняет, даже самая мелкая деталь может привести к раскрытию убийства. Должна работать оперативно-следственная группа. Работать, а не отрабатывать. Почему? Потому что на месте происшествия, если внимательно работать, найти очень многие можно следы, объяснения. На месте происшествия необходимо исследовать следы крови, следы ног, отпечатки, ну, одежду, естественно, зацепку на одежде, на обуви какую-то. Почему? Потому что на одежде, на обуви могут быть следы крови, могут быть наложения там растений, почвы, которая не соответствует месту обнаружения трупа. Вот, ну, и следующий этап, это уже работал эксперта в морге. Если брать экспертизу трупа, экспертизу следов крови, одежды, можно воспроизвести картину происшествия. А неточной картиной происшествия, не даже существенных свидетельских показаний в деле после расследования так и не появилось. Но, несмотря на это, материалы вновь направляют в суд. Хотя сами прокуроры признают, прямых доказательств вины подсудимого нет. Прокурор Шевцов и прокурор Шульга вместе с Любовей Николаевной открыли вот эти наши все заявления. И по каждому пункту, мы говорили, отсутствует это, отсутствует эта экспертиза, отсутствует данная криминоза, отсутствует трассология, отсутствует комплексная. И по каждому пункту, тут расписано просто вот по каждому пункту отдельно. Вот, по номерам. Напротив каждого пункта был поставлен минус. И тогда вот мы с Любовью Николаевну говорим, скажите, пожалуйста, каким же образом прокуратура предъявляет обвинение, очень серьезное обвинение в двойном убийстве, расстреле, жестокое убийство. Это мы обвиняем на основании чего? Каких доказательств? Есть ли доказательства? На что нам прокурор, опять же, это устно было сказано, да, доказательств нет. А вот на камеру прокуратура говорит другое. Больше детальной информации на этот час я не могу вам надать в связи с тем, что мой комментарий может быть расценен как тиск на суд. Выяснить, что же все-таки произошло, не спешит и суд. Первый раз дело вел судья Трофимов, тот самый, семье которого неизвестные отрубили головы. После дела передали другим судьям Червонозаводского района. Сейчас же дело передали новой группе судей, которые все время отклоняют все ходатайства пострадавшей стороны. С апреля месяца до сих пор не опрошены все свидетели. Пока что суд заслушал лишь понятых и двух следователей, Высоцкого и Мамонова, которые на все вопросы отвечали. Не знаю, не помню, это есть в материалах дела. А последний и вовсе посмеивался над вопросами пострадавших матерей, да и в целом вел себя по-хамски. Обе матери подозревают, что в деле могут быть замешаны правоохранители. Рассказывают знакомые прокуроры, просят забыть об этом деле. А никто из адвокатов браться за него не хочет. Я уверена в том, что это была группа лиц. И вот все вот эти вот именно от этого вопроса, от этого, вернее, ответа, все уходят в сторону. Понимаете, не хотят этого, даже видя, вот они нашли, вот этого одного судят, все. Поставить точку в этом деле сможет лишь суд. Однако пострадавшие надеются, что их ходатайство все же начнут принимать, и судебное расследование будет проходить неформально, а тщательно, с учетом всех экспертиз и других необходимых мероприятий. Ольга Калиниченко, Игорь Мельник, Евгений Клементьев, 057UA.